В истории за 12-летний кубок Евгения Ковальчука, какие впечатления? Впечатления супер, дети довольны, родители, тренера улыбаются, это самое главное, потому что от спорта надо получать удовольствие и то, что они делают. Мне понравилось, что я увидел. Илья, что надо мальчишкам для того, чтобы вот таких успехов достичь? Да ничего не надо, надо заниматься любимым делом, слушать тренеров, родителей и ставить перед собой цель их добиваться. Поэтому я уверен, что у них хорошее будущее и все получится. Большая просьба тверичам пожелать. Тверским пацанам и всем отличного настроения, побед. Знаю, что у них они на втором месте сейчас, но буду уверен, что победят. Поэтому удачи, будем держать за них кулаки. И можно вас попросить, если вспомните, что-то из детства, может быть, первую игру, первый матч, первый гол, что-то, вот ваши эмоции? Первый матч, я помню, официальный, здесь мы играли, проиграли крыльевым советом, как раз 10-0, у меня был выход 1-1, я его не забил. Папа очень расстроился. А вот первую победу не помню. Но он вел дневник, наверное, все это уже знают, и он об этом книгу писал, где все расписано. Так что получалось забивать у меня в детстве. А сколько этот лед родной для тебя? Ну, это лед, где все начиналось, поэтому всегда приятно сюда приехать. И видно, что, конечно, стадион уже не новый, но он в отличном состоянии. И дай бог, чтобы как можно больше мальчишек здесь и девчонок тренировалось, играло и получали удовольствие от спорта. Коллеги, вопросы? А у тебя помнишь в этом возрасте 12-13 лет, что ты чувствовал, что ты хотел? И как вообще было? Какие желания были в этом возрасте? Я хотел побеждать, тренироваться, играть, выходить на лед, чтобы тренировка никогда не заканчивалась. Потому что я жил здесь во дворце, учился в школе. Утром тренировались, учились в школе, приходили назад. Если ТХК играл или команда мастеров, мы смотрели, болели, поэтому вся жизнь была здесь. А мечтал уже о чемпионате мира, об олимпийских играх в то время? Ну, папа мой мечтал. И он как бы мне прививал любовь к этому и ставил передо мной цели и помогал их достигать. Поэтому, да, когда чего-то добиваешься большого, того, чего хотели твои родители, то это очень приятно. А насколько важно для детей вот такие турниры, как считаешь? Да очень важно. Потому что тренироваться ты можешь сколько хочешь, самое главное играть. Поэтому чем больше турниров, чем больше они общаются, это же тоже огромный опыт. Поэтому спорт – это не все в жизни. Но ты находишь новых друзей, новые знакомства. Поэтому это очень важно. Есть фотография в интернете. Вот Калачук стоит такой, бетист, такая табличка в таком возрасте, да? Вот на этом льду. А помнишь, что это было за турнир? Это, по-моему, был финал России. И мы проиграли Спартаку 1-0 в финале. Я помню, со мной двое ездили, не давали ничего сделать. Я очень тиховал, но они победили 1-0. Есть такое место в Твери, которое ты пытаешься посетить каждый раз, когда приезжаешь? Ну, кладбище, конечно. Потому что там похоронен мой отец. И когда я здесь, то всегда первым делом еду туда. И сегодня тоже. И сегодня. Илья Валерьевич, можно от «Комсомольской правды» дверь? Скажите, пожалуйста, вы планируете продолжать в НСАЛ играть? Чтобы завоевать представления? Посмотрим. От «Комсомольской правды» всегда провокационные вопросы. Не, я шучу. Я еще пока не знаю, только закончился сезон, поэтому сейчас чуть-чуть время будет на отдых, и потом все узнаете, конечно же. Знаете, просто у меня коллеги, допустим, говорил, что, возможно, вы перейдете играть в «Спартак», но это пока еще на уровне слухов. Ну, слухи у нас всегда. Ваше дело же говорить об этом, а когда же такая-то будет конкретика, то, конечно же, все об этом узнают. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо.